Тренер, вообще с победой, потому что заканчивать на победной ноте всегда приятно. Первый тайм был такой довольно-таки сложный. Противник имел моменты, но во втором тайме поменялась и ваша игра. С какими сложностями, может быть, столкнулась ваша команда в этой игре? Таких сложностей я бы не назвал. Мы первые 20-25 минут больше контролировали мяч, чем наши соперники. Потом пару контратак пропустили, они создали пару моментов. А так-то я бы не сказал, что какие-то сложности были. Поэтому во втором тайме просто чуть поактивнее, поагрессивнее стали играть впереди и стали уже создавать сами какие-то моменты. И опять отличился Рафаэль Леодесна, который как бы поближе к воротам соперника начал играть, да? Ну, когда он играет там, где он должен играть, то он создает моменты. А когда он играет не там, где он должен, то тяжело с моментами. Говоря про весь сезон, какие моменты были самые сложные для вас и что вам, может быть, порадовало вас? Ну, самое сложное, это было начало сезона, когда у нас были сплошные поражения. И даже по качеству игры мы не должны были так много проигрывать игр. А самое радостное, что мы из этой ситуации выкарабкались. Вот, все вместе взялись и показали, что у нас у Паневежиса есть коллектив, есть хорошая команда. Вот это самое, я думаю, что было самое важное. Тренер, вы пока единственный из всей А-лиги, который знает, что в следующем году будет работать... Где будет работать? И что вы ожидаете от следующего сезона? Ну, вот мы сделали уже неплохую заявочку. Обыграли команду, которая закончила на третьем месте. Вот, это очень хорошо. Они, конечно, как и обычно, немножко высокомерно вышли играть против нас. Вот, ну, бывает такое, когда обыгрываешь Судова. Вот, поэтому... Этой победой мы, я думаю, сделали заявку и показали, что мы хотим двигаться наверх. Вот, и мы поговорим еще о задачах, о целях с руководителями. Вот, но и руководители настроены на то, чтобы мы двигались, чтобы мы двигались вперед. А сейчас что, отдыхать? А сейчас, да, будем отдыхать.